Первое, что говорят экспаты, приезжай сюда. О, как здесь всего нету, к чему мы привыкли. Как здесь все работает не так, как мы знаем. Сейчас мы вас провинциалов научим правильно и быстро работать. Сейчас мы вам подарим новые технологии. Сейчас мы вам насажаем всего. Сейчас будет хорошо. На пятый год, после четвертого прогоревшего бизнеса, с таким человеком уже можно немножечко вести дела. Привет, это Мастерская Медленных Путешествий. Ходи, смотри, и я, Ольга Недорубова, с очередным очень личным видео. Я гид-импрессионист, я организую медленные путешествия по Болгарии. Я влюбляю своих спутников в эту бесконечно прекрасную страну. Я перевожу Болгарию на русский язык. А вместе с друзьями с перелетного чердака мы организуем книжный клуб, читаем лекции в зале камерного театра. И весь этот проект летит за счет пожертвований патронов и соучастников путешествий. Я это все говорю зачем? Не чтобы похвастаться, как мы классно живем, хотя это, конечно, тоже важно. Я человек, который двигает вперед штуку с неочевидной ценностью. И немножко разбираюсь в том, как развивать проекты в Болгарии. Почему я здесь не сделаю бизнес? Например, нормальное турагентство, раз я так люблю путешествовать. Об этом тоже как-нибудь расскажу. И меня спросили недавно в комментариях, как иностранцу открыть фирму в Болгарии, как здесь вести дела. И это два совершенно разных вопроса. На один из них можно дать простой и короткий ответ. Чтобы открыть фирму в Болгарии, надо подготовить пакет документов. Описание пакета есть на сайтах юридических фирм, которые помогают открыть иностранцу фирму. Подготовить пакет документов, самому или с помощью адвоката отнести их в регистрирующий орган. Все, фирма открыта. Формально тут не нужна ничья помощь, а фактически проще для экономии времени нанять адвоката и переводчика, чтобы понимать, что, собственно, происходит. И никакие другие посредники не нужны. Это все делается. Но последний раз, когда я этим интересовалась, это стоило 200 евро за все, включая последний налог. Вот тут может немного насторожить момент. В эмигрантских и экспатских фейсбучных группах часто продают готовые фирмы за условную цену, там, за лев или за евро. Почему люди это делают? Оказывается, что закрыть фирму дольше и хлопотнее, чем переоформить. И те, кому она уже не нужна, переоформляют документы на нового собственника. Почему фирма может оказаться и не нужна? Чистая белая хорошая причина – это иностранцы приезжают сюда, получают первый вид на жительство, хотят купить машину или дом и понимают, что они не могут этого сделать, как физические лица, потому что иностранцу без постоянного вида на жительство, без ПМЖ, без права на постоянное пребывание недвижимость купить нельзя. Соответственно, люди открывают фирму, покупают землю и дом на фирму и после, когда получают ПМЖ, фирма становится не нужна, закрыть ее долго и хлопотно, проще переоформить. Казалось бы, бери чужую фирму, делай ее своей и действуй так, как будто бы, в общем-то, ты именно этого и хотел. Но тут стоит перепроверить, действительно ли фирма ничего не делала, а только существовала по необходимости. Потому что, если фирма работала и не преуспела, новому собственнику достанутся и все ее долги, и все ее обязательства, и все ее штрафы, и вся ее репутация. О важности репутации в Болгарии мы еще поговорим. Сколько там минут прошло? Напоминаю, это был простой и короткий ответ. Приходите в мои путешествия, я там, говорю, не замолкая. Ну, в общем, тут мы, наконец, подошли к изначально заявленной теме, как гарантированно разориться в Болгарии. И чтобы разобраться, как здесь вести дела, нырнем действительно глубоко. К вещам, которые имеют к бизнесу, казалось бы, непрямое отношение или не имеют отношения вовсе. Бизнес на Балканах – это отдельная история, и в каждой из балканских стран он ведется немного по-своему. Я исследовала только Болгарию, поэтому вот о ней и говорю. Здесь дела обстоят непривычным образом для того, кто в Болгарии не родился. Здесь вещи означают другое. Соответственно, и бизнес здесь выглядит иначе, ведется иначе. Ну, знаете, вот как не хуже, не лучше, просто иначе, как если бы вы собирались на званный ужин, а попали на марафон по наргам и хоровому пению одновременно. Это не хуже, не лучше, это просто другая деятельность. Вы для нее не готовы, не одеты и вообще как-то не ожидали этого всего. И не умеете одновременно играть в нарды и петь хором. Придется научиться. В эту землю закопали за время существования людей на ней сотни, тысяч, а может быть даже и больше, золотых и серебряных кладов. Вот, например, как было найдено серебряное сокровище фракийского времени. Господин копал огород в марте. Нашел серебряный предмет и сразу понял, что этот предмет означает проблемы. Поскольку дело обстояло в 70-х годах 20-го века, а к тому моменту было хорошо известно, нашел, что в земле за ее археологов и будет тебе, ну, как минимум, посевная, все. То есть разорят огород, сажать не дадут. Поэтому господин спокойно вскопал землю. Спокойно посел, спокойно собрал. И в октябре уже сдался в властям, сказал, вот я нашел, забирайте. Конечно же, весь его огород раскопали, а тут достали серебряное волчатрынское сокровище, очень красивое, хранится во Вратце, если еще не видели, обязательно, во Врачанском историческом музее. Все известные мне проекты, которые здесь преуспели, в том числе и финансово, шли двумя путями. Первый путь – это от домашних пирожков до сети пекарен. Условно говоря. Сначала делаешь то, что очень любишь, у тебя это начинают покупать. Потом делаешь это больше, у тебя это начинают покупать, потом разрастаешься. Таким, например, способом шли ребята из армянского ресторана «Лаваш», я о них еще расскажу. Таким же способом шла Елена Киренович, которая сейчас на всю Болгарию известна как представитель фирмы «Леклак» и организатор школ маникюра. Второй путь – всей своей работой, всей своей жизнью ответить на вопрос, что я могу сделать для этой земли. Иностранец здесь навсегда останется иностранцами. В конце концов, ребята, эта страна выгнала своего царя, когда он проиграл, когда вместе с ним вся страна проиграла во Второй Балканской, в Первой мировой. Иностранец здесь нужен на работу. Но надо сказать, что слышать зов этой земли – большая радость, и работать на нее – большое счастье. Это к вопросу о том, почему я работаю за подаяние. Мне так хочется. Могу себе позволить. Но это отдельная большая история. А приезжая в Болгарию, мы видим только верхний слой того, как здесь обстоят дела. И даже этот верхний слой мы понимаем неправильно. Мы его понимаем, мы его осознаем с точки зрения того опыта, который у нас есть. А здесь и опыт другой, и земля другая, и все другое. И я работаю в основном с русскоязычной аудиторией. Это Украина, Россия, Беларусь и Казахстан. И Болгария не похожа ни на Россию, ни на Беларусь, ни на Украину, ни на Казахстан. Но и на европейские страны Болгария не похожа. А отчасти в Румынии, Сербии, Черногории и Турции, я больше нигде не была, чувствуется вот этот балканский вайб, сочетание доброжелательности, очень высокой витальности и абсурда. В каждой из стран свое соотношение вот этих вот трех компонентов, если можно так сказать. В Болгарии, на мой взгляд, это соотношение самое классное, самое вот мне близкое. У этой земли свой ритм, свои правила. Это очень сильная, очень щедрая, очень плодоносная земля и невероятно красивая. Здесь растет все, что посадишь. Вот что у тебя выросло, то ты сажал. Здесь люди живут, ну, как минимум, сто тысяч лет уже и на этой земле бывало вообще все. Поэтому имеет смысл слушать и ее, она хорошо знает, что ей надо, и голос собственных амбиций. А для того, чтобы его услышать, ну, тоже нужно время разобраться. А когда сюда приезжают экспаты, у них, как правило, нет времени не разбираться в себе, не разбираться с голосом земли. Вопрос не так стоит. Вопрос стоит быстро начать что-то делать, чтобы вот почувствовать себя хоть сколько-нибудь уместно. А первое, что говорят экспаты, приезжая сюда, о, как здесь всего нету, к чему мы привыкли, как здесь все работает не так, как мы знаем. Сейчас мы вас провинциалов научим правильно и быстро работать, сейчас мы вам подарим новые технологии, сейчас мы вам насажаем всего, сейчас будет хорошо. А на пятый год, после четвертого прогоревшего бизнеса, с таким человеком уже можно немножечко вести дела. Это с мальчиками. Девочки выруливают быстрее, девочки, как правило, на второй прогоревший бизнес и на третий год работы уже не делают тех ошибок, которые заставили прогореть первый бизнес. Девочки вообще сильнее, сообразительнее и более гибкие. Здесь успех начинаний зависит не столько от того, что именно человек будет делать. Там пирожки печь, опять-таки, маникюр делать, стричь, организовывать трансферы, возить людей в новый, например, аэропорт Стамбула. А от того, открыто ли сердце автора бизнеса, насколько автор готов не только делать, но и узнавать, почему в его сфере вещи организованы вот так и почему то, чего нет, почему его до сих пор нет. Вот, например, кулинарный вопрос. Вот одна из самых интересных вещей, кулинарный вопрос. Я очень люблю еду, я считаю болгарскую кухню одной из самых вкусных кухонь. И при прочих равных я всегда в путешествии выберу механу, потому что там будет свежее, недорогое, любимое. Но кроме болгарской кухни, как это ни странно, существуют и другие кухни мира. И в Болгарии, в небольших городах, национальные кухни, как правило, не преуспевают. То есть, у нас, например, в Варне есть медицинский университет. Туда из Британии приезжают британцы индийского происхождения. Они выглядят как индусы, но они британцы. Соответственно, они привыкли к британской кухне с индийским колоритом. И студентов таких у нас много. И у нас периодически открываются индийские рестораны, и они же потом прогорают. Максимум держится полгода. Кстати, открылся Taste of India рядом с медицинским университетом. Спешите, если в Варне, спешите там поесть, пока он не закрылся, как и все остальные. А где много экспатов, в принципе, может, наверное, экспатский ресторан удержаться. Например, с началом нападения России на Украину у нас открылся украинский ресторан. Там работают ребята, которые выросли в Украине, но они по национальности бессарабские болгары. Соответственно, они переехали сюда, они подали документы на болгарское гражданство, они открыли украинский ресторан. И вот за счет того, что сюда эвакуировалось несколько десятков тысяч, а по другим цифрам несколько сотен тысяч человек конкретно в Варну, вот за счет этих, собственно, едоков и преуспевает этот, собственно, ресторан. А до того регулярно открывались украинские лавки замороженных продуктов, и они прогорали. Я была потрясена, когда увидела, что здесь закрываются грузинские рестораны, закрываются армянские рестораны, потому что армянская и грузинская кухни считаются самыми вкусными кухнями в мире. Более того, здесь достаточно армян, чтобы покупать армянские продукты, блюда, чтобы ходить в ресторан. Думала я, семь с половиной тысяч человек это много, ну, как минимум, одному ресторану хватило бы жить, но... А, видимо, видимо, болгарские армяне едят дома. Наверное, им мама готовит, потому что даже лавки с выпечкой закрывались. Просто вот в какой-то момент негде было купить лаваш. Сейчас они продаются лаваши, продаются во всех супермаркетах. Здесь люди по-хорошему консервативны. И особенно консервативны в еде. Зачем пробовать что-то незнакомое от незнакомой кухни, если есть всего, так много всего вкусного, чего ты уже знаешь, и можно попробовать по-другому приготовленное знакомое блюдо. Соответственно, можно попробовать у соседа новый купаж широкой мельнишеской лозы, свиеная, да, это может быть интересно. А вот пробовать французское сладкое вино зачем, если есть такой прекрасный маврут в шестилетней выдержке. короче, с однодума. Здесь армянский ресторан смог удержаться на плаву только когда ввел в меню 75% блюд болгарской кухни и 25% блюд армянской кухни. То есть, вот, основная часть, это хорошо знакомые кюрти-таки бабчета и всякая прекрасная еда. 25% это цыпленок тапака и специальным образом приготовленный шашлык. Ну и, соответственно, соус. И вот таким вот образом ресторанчик лаваш из крошечного разросся до нормального размера заведения. Ну, он по-прежнему такой невысокая кухня, невысокий ресторан, но там очень вкусно кормят и он год от года процветает, расширяется и здание растет. На моих глазах на моих глазах свершилась кулинарная революция, Болгария приняла греенную вину, то есть, глинтвейн. Теперь у нас как только холодает, то есть, примерно в конце ноября, начинают подавать греенную вину в ресторанчиках в кофейне, а где только нет. То есть, натурально в меню появляется греенную вину. Глинтвейн, подогретое вино со специями и медом. И примерно по март, ну или по апрель, зависит от года, если холодный год может и подальше удержаться, это вино продолжают подавать. То есть, можно взять чашу греенную вину и пойти с ней гулять. А до того, глинтвейн подавали только на рождественских ярмарках, сделанных по европейскому образцу. То есть, греенную ракею это окей. Греенную ракею мы пьем в холодное время года, но мы ее валим сами. А вот греенную вину подают только на рождественских рынках и только вот от Рождества до Нового года, потом рынок закрывается и всю греенную вину не найти. А зачем? Ну, мне удавалось уговорить двух шефов в двух ресторанах подогреть мне вино с медом и корицы. Все остальные говорили нет. Ну, просто нет. Зачем? Вот тебе вино, пей. Сейчас глинтвейн в холодное время года есть везде. И вот эта вот большая революция, вот эта смена взгляда заняла внимание 10 лет. И это очень быстро. Подозреваю, в принципе, это стало возможно только потому, что выросла новое поколение людей, хипсто-баристо-инди-чуваков, которые, да, ну, а почему бы и нет? Давайте попробуем. Давайте попробуем. Попробовали вкусно и теперь везде есть. Дальше. Одна из любимейших моих историй, которая, собственно, дала название этому видео. Из Мурманска приехала семейная пара в эмиграцию в Болгарию и привезла с собой и привезла с собой семена какого-то особенно морозостойкого сорта помидоров. Внимание! Люди из Мурманска привезли с собой морозостойкие помидоры, точно уверенные, что они будут в Болгарии выращивать и торговать помидорами. Логика у них была примерно такая. Здесь же любят помидоры. Соответственно, если мы привезем новый сорт, мы будем единственными, кто это выращивает и преуспеем. Они собирались всерьез собирались торговать в Болгарии помидорами, созданными для климатических условий заполярного круга. Помидоры, конечно, были счастливы. Попав на плодоносную землю, они выросли как деревья, рубили их, ну, знаете, вот как лианы в фильмах. Вечером вырубил, утром у тебя снова все взросло. Я немного преувеличиваю, но не сильно помидоры это действительно лианы, а что может быть с мурманским помидором в теплом климате узнали люди, которые потом собрались шикарно вырожать, потому что помидоры не только выросли, они еще и адски плодоносили. При этом они не стали вкуснее ни от количества солнца, ни от плодоносности земли. Это были мурманские помидоры, которые создавали для заполярного круга. А эти помидоры люди грузовиками пристраивали по соседям. Что случилось, как они их в результате продали, не продали, или в землю закопали, о том мне неизвестно. Я эту историю знаю в пересказе, но знаю в пересказе от людей, которым достаточно доверяю. Вот, кстати, в болгарском языке есть специальная форма глагола, которую я бы использовала, рассказывая я эту историю по-болгарски. И по этой форме глагола было бы понятно, что а, я рассказываю то, чему не была свидетелем, б, но пересказываю слова тем, кому я доверяю. Болгарские глаголы это вообще безумная тема, у нас есть видео. Я сложу ссылку в описании. Мурманские садоводы прогорели. Вот этот вот подход, сейчас я, москвич, научу тебя, болгарина, помидоры сажать, он источник множества анекдотов, которые экспаты рассказывают, в том числе и сами про себя. Посмотреть на свой путь и сказать, ну, блин, вот это я, конечно, отожгла. Так что первый и наибыстрейший способ прогореть в Болгарии действовать привычным образом, исходя из накопленного опыта, а не из того фидбэка, который получаешь. А, соответственно, если прогореть не хочешь, стоит по-честному войти в отношения с этой землей голым и мукрым, как в день рождения. Не то, чтобы вычеркнуть предыдущий опыт, но признать, что вот это со мной было, я молодец, я выжила, и что в новых условиях мне этот опыт скорее помешает, чем поможет. И исследовать мир с любопытством, и учиться, и признавать, да, я ничего тут ни хрена не понимаю, расскажите мне, как оно. Тут все по-другому, и оно не случайно так получилось. Хочешь делать? Сначала слушай. Лови обратную связь. Спрашивай себя постоянно. Первое. По факту. Что это? Что сейчас происходит? Что это такое? Прямо пересказать себе словами. Что сейчас происходит? Кто что, когда, зачем, как делает? Второе. Почему это тут? Почему это так происходит? Чему служит конкретно вот таким образом организованное действие или появившаяся вещь? Она здесь для чего? И третье. Что это значит? Что от этого получают люди, которые участвуют в процессе? Почему им это ценно? Почему они действуют именно так? И, наконец, самое важное, что я могу сделать для этой земли? Не разрушив, а дополнив уже идущие процессы. Что я могу сделать хорошего, нового, важного, что вписывалось бы в общий контекст? Чем я могу помочь людям, которые вот уже здесь живут? Не как я могу перекроить их жизнь, а чем я могу им помочь сейчас? Так что первый ключ к успеху здесь это уважение и искренний интерес. Впрочем, это работает не только в Болгарии. Это, в принципе, ключ к человеческим сердцам, пожалуй. Уважение и искренний интерес к земле, людям, языку, к традициям, к истории страны, к контексту вещей и почему вот это сделано именно там. Не все попали в Болгарию по любви. Некоторые бежали сюда вообще не собираясь здесь оказаться. И наивно было бы с моей стороны думать, вот сейчас я на полчаса видос запишу и все немедленно полюбят Болгарию как миленькие. Но уважать необходимо. Стоит положить внимание на то, чтобы разобраться, научиться уважать, понять, что, как здесь происходит. Не переводить это на известный себе язык, а понять, как это происходит здесь. Я почему говорю о внимании, имеет смысл сразу положить сюда внимание, потому что это все равно придется сделать, ну или уехать. А Болгария не для всех история. Она другая. Но для тех, кому зайдет местный вайп, нету лучше земли. Вот на меня, посмотрите. Я не хочу жить где-то еще. Я путешествую, я профессиональный путешественник, мне с этим очень хорошо, но жить я буду только в Болгарии. Вот к вопросу о непрямом переводе. Например, сюда приезжают люди из Киева или из Москвы. Люди, выросшие в Украине или выросшие в России, знают, что самый простой способ решить вопрос это дать кому-то взятку. То есть найди мне человека, который возьмет денег и решит вопрос для меня вот таким вот образом. Меня так спрашивала одна знакомая, а можно заплатить кому-то из чиновников, чтобы мое кафе просто не проверяли. Я ей сказала, слушай, а чего ты боишься? Ну как, придут, закроют. Я говорю, у тебя санитарные нормы не соблюдены. Соблюдены. А чего ты боишься? Ну как, они же приходят за взятками, поэтому придут, закроют. Да, в Москве это действительно так. Большая часть цены блюда это взятки чиновникам из пожарной охраны, санитарной инспекции и районной администрации. А здесь, насколько я знаю, можно принести чиновнику, который тебе помог, в смысле, это вот его обязанность оформлять тебе документы, можно потом принести ему в коробку конфет. Ну это и все. А вот так вот, чтобы брали деньги, ну я знала только сплетни, я слышала об одном архитекторе, которого потом уволили, когда это вскрылось. поэтому люди, которые грызгут в другом контексте, когда слышат, что здесь все делается с знакомыми для знакомых и с помощью знакомых, они переводят это как везде нужно давать взятки, а тех, кто берет взятки, поскольку все-таки это незаконно, нужно искать через знакомых. Что здесь, по моему опыту, имеется в виду, когда говорят, что все делается через знакомых? В Болгарии около 9 миллионов людей. Это не очень много. Не то, чтобы все друг друга знают, нет, 9 миллионов социальных связей наша голова не удержит. Но тех, кто что-то делает, их видно. Территория большая. И деятельные люди сразу заметны. Соответственно, здесь моментально складывается репутация. Изменить ее сложно. Соответственно, ты знаешь обо всех, кто действует в твоем профессиональном секторе, ты знаешь, кто как работает, даже если не работал с этим человеком вместе. Ты знаешь его слабости, даже если никогда с этим не сталкивался. И когда тебя спрашивают, кого ты порекомендуешь, ты выбираешь под запрос человека, которого знаешь. Про которого точно знаешь, что он надежный. Про которого точно знаешь, что он не подведет. Вот это означает, все делается через знакомых. Так что стоит прежде всего вкладывать внимание в том, чтобы разобраться, как здесь что организовано. Не деньги в съем помещения в удачной локации, потому что прогореть можно даже поставив кафе с дешевым кофе на бульваре царя-освободителя. Да даже дюнерная может прогореть. Вопрос, который стоит исследовать до открытия бизнеса. Делали ли это до меня и почему прогорели? Почему этой детали здесь нет, если я точно уверен, что она здесь нужна? Я, например, когда приехала сюда, я обнаружила, что краеведческой информации у Варни на русском языке ее просто нет как факта. Есть, конечно, на болгарском, но я тогда по-болгарски не читала. Почему здесь не было занимательного краеведения на русском языке, я не знала. А поскольку мне надо, я и делала. Оказалось, что потребность в этом у людей очень высокая. Но никому не приходило в голову, ну типа, раз нет, значит и не надо. Такие вещи узнаешь на собственном опыте. Что еще здесь может быть? У нас, наконец, не закрылся грузинский ресторан, потому что достаточно украинцев и россиян ходят туда есть, им вкусно. А здесь же открылся ресторан с винами из Молдовы. Насколько я знаю, его открыл хозяйство Фонии. К нему тоже ходят экспаты, эмигранты, беженцы и релаканты. Вежливое слово для людей, которые не хотели оказаться там, где они оказались. Ну вот, куда занесло, там и прижились. Здесь закрылся магазин с польскими колбасами. Где-то в первый год моей жизни в Болгарии был такой классный магазин. Там была такая вкусная польская колбаса, такая вкусная. И когда открылся Лидл, закрылся этот магазин, потому что потребность европейца в европейских же колбасах Лидл полностью перекрыл. И маленькая частная лавочка с ценами вдвое выше просто прогорела. Очень жаль. Там были потрясающие колбасы, вот как, знаете, как авторские мясные лавки болгарские, только польская. А магазин «Березка», например, живет не только за счет продуктов, но и за счет своей этики. Они до сих пор выдают продуктовые наборы тем, кому нечего есть из-за того, что им пришлось бросить разрушенные войной в Украине дома. Кроме перечисленных мной вопросов. Кто будет покупателями? Экспаты или местные? Это тоже очень важный момент. Потому что, например, парикмахеры, которые умеют работать с другого типа волосами, здесь будут востребованы всегда, пока здесь будут иностранцы. У болгар очень плотные, толстые, пышные, обильные кудри. Соответственно, местные парикмахеры великолепно работают с такими волосами. И не очень хорошо работают с волосами, вот как у меня, тонкими, которых не очень много. Соответственно, умеете работать с экспатами, будьте востребованы там, где экспаты есть. Не умеете работать с экспатами, ориентируйтесь на сферического клиента в вакууме, но добро пожаловать, получите собственный опыт провала. Тоже важная часть жизни. Все, что здесь есть, не случайно. Все, чего здесь нет, не случайно. И одновременно с этим, здесь есть лакуны, которые можно заполнить собой. Ну вот как я с краеведческими путешествиями по Варне, которые я первые полтора года делала бесплатно. Болгария очень ресурсная земля. Здесь можно стать не просто первым в своем деле, а первым в своем роде, основателем. А так поступили братья Шкорпел, которые приехали сюда в конце 19 века для того, чтобы строить систему болгарского образования. А вместе с этим стали основателями археологии и музейного дела. У меня есть видео на канале, зачем в Болгарии в конце 19 века нужны были иностранцы. Посмотрите, это страшно интересно. Иван Морковичко, Ян Морковичко, чешский художник, стал здесь основателем художественной академии и вообще жанра портретной живописи, которую в 19 веке в Болгарии неоткуда было взять, потому что Болгария только что перестала быть частью Османской империи. А в Османской империи портретной живописи быть не могло. И вот так вот оно дальше и идет. Если есть те, кому это тоже нужно, если земля дозрела до запроса, вот мне вот это надо на этом месте, все получится. Точно так же, когда земля дозрела до того, чтобы посмотреть на свою память, в каждом городе появились молодые ребята, 20-25 лет краеведы, которые вытаскивали семейные истории социалистического времени, пересказывали их, смотрели на них, брали истории Третьего Царства, пересказывали их, смотрели на них. В Варнии это христиан-облаков, благодаря которому зазвучали фамилии варнинских архитекторов. Дабка Дабкова, Стефана Венедикта Попова, Антона Франгяя и не только. Но такие ребята есть в каждом городе. Когда земля дозрела до запроса, появляется человек, который этот запрос осуществит. И быть таким человеком невероятно кайфово. Ни с чем просто, ни с чем не сравнить и ни на что не променять. Правда, чтобы узнать, что именно ты слышишь, голос земли или собственные амбиции, нужно полтора года делать свое дело вообще без денег. Ну, то есть, если они будут, это хорошо, но рассчитывать на них не стоит. И смотреть, 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 внимательно смотреть на обратную связь. У меня поначалу совсем не было финансового выхлопа. Я водила целенаправленно, бесплатно. Это мое правило. Первые полтора года в любой новой профессии, в которую я вхожу, я работаю бесплатно для того, чтобы проверить крепость собственных намерений. Я вообще собиралась быть классическим гидом, но вместо этого я стала культурным проектом, фондом, который живет на пожертвования. Кто бы мог подумать, что к этому выродят. Так что здесь, на плодотворной земле, имеет смысл делать то, что любишь всем сердцем. Потому что где энергия, там деньги, там силы, там смыслы. Ну и, в общем-то, это возможность изменить мир. Например, в городе Сазополь, когда я туда впервые приехала, ситуация с бездомными животными была такая же, как в Варне. Там было очень много бездомных котов, очень много бездомных котят. Они очень скверно выглядели. Ну, в общем, понимаете, да, приморские города, кошек много, кошки плодятся бесконтрольно, котята погибают под машинами, смотреть на это тяжело. Кошки в природе не рассчитаны на долгую и счастливую жизнь. Они рассчитаны на быстрое размножение. Соответственно, кошка может родить три раза за год. Ну, представьте себе, да, это истощает ресурсы кошки. Третий, по-моему, тоже очень слабенький. При такой жизни кошка заканчивается очень быстро. Кастрированная кошка живет хорошо и долго. Характер у нее не меняется. Она так же хорошо ловит мышей, она такая же ласковая, даже ласковее становится. И чем лучше жизнь бездомных животных в городе, тем более безопасен сам город. Потому что об атмосфере города очень многое можно понять, когда видишь, как в нем относятся к самым беспомощным существам. Так вот, в Созополе, мало того, что строят домики для кошек, на домиках написано, мэрия города гордится своей причастностью к созданию этого домика. Во! Я была в Созополе несколько раз и видела, что кастрированных кошек становится все больше и больше и больше. О кастрации говорит пометка на ухе, отрезанный кончик уха или вырезанный уголочек. Это делается для того, чтобы тем, кто занимается кастрацией животных, было сразу видно, что это животное ловить не надо. Сейчас мы были в Созополе неделю назад, я не видела кошек с неотмеченным ухом. Думаю, что в новом городе их достаточно. Но в старом городе все кошки кастрированы, у них домики, и это ласковейшие, веселые животные, которые готовы общаться с людьми, когда у кошек и у людей тоже есть настроение к этому. Это вообще другой уровень осознанности, это другой уровень отношения к животным. Варну больше Созополя, и здесь, сейчас на моих глазах, с помощью в том числе и Содружества Десятая Жизнь, эта ситуация меняется. Ну и Десятая Жизнь, это тоже экспаты, которые переехали сюда, увидели то, что можно здесь изменить. И, в общем-то, на своих плечах и своими лбами. Ну, в общем, я, короче, об этом часто пишу, не буду сейчас рассказывать. Они молодцы, они молодцы, подписывайтесь на них, давайте им денег. Мне в какой-то момент стало интересно, я собрала целую коллекцию, что здесь делают иностранцы такого вот интересного. У меня в Фейсбуке, в прикрепленном посте люди делятся контактами и мелких бизнесов, и творческих групп, и творческих проектов, именно экспатских. Это страшно интересно, а что здесь получается, и у кого, и почему. Я ссылку приложу в описании, посмотрите. К моим путешествиям можно присоединиться. Расписание выходит по понедельникам в 10 утра, подписывайтесь на меня в Фейсбуке, в Телеграме, Инстаграме. И помните, пожалуйста, что алгоритмы Фейсбука и Инстаграма прячут посты даже от подписчиков. Поэтому в понедельник в 10 утра открываете «Ходи, смотри», «Ходи, смотри», «Варна пешком» на аватаре «Два дракона». Открываете, смотрите, присоединяетесь. Это мастерская медленного путешествия «Ходи, смотри» и я, Ольга Недорубова. Привет из Варны.